МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем. Погибших и пострадавших нет. За время новогодних праздников в Ненецком округе произошло 4 пожара. Два из них крупные. Открытие зимника на особом контроле губернатора Ненецкого округа. Когда ждать долгожданного открытия так называемой дороги жизни? Почти 500 вызовов за период новогодних праздников поступило на единый номер экстренных служб 112. Итоги праздничных выходных подвели в Управление гражданской защиты Ненецкого округа. Великое таинство Рождества. В Ненецком округе в ночь с 6 на 7 января прошли традиционные рождественские богослужения. Четыре пожара в новогодние праздники. Два из них крупные. В Коткино сгорела пекарня, а в поселке Искатели – гостиница. Причины сейчас выясняются. В Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности по обращению с огнем и отопительными приборами. Первый в 2021 году пожар случился в ночь на 2 января в кафе «Феникс», расположенном рядом с конечной автобусной остановкой в поселке Искателей. Информация о возгорании в помещении по адресу геологов 11 поступила в 4.39. Пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. А уже в ночь на 7 января около 4 часов загорелось здание общежития по адресу Песчаная, 5. Прибывший на место дежурный караул обнаружил открытое горение внутри деревянного одноэтажного здания, а также внутри по всей кровли. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 6.15 возгорания локализовали, а к 8 утра ликвидировали. В этом году у нас произошло на сегодняшний день 3 пожара. Два в поселке Искателей и один пожар в поселке Индига. По сравнению с прошлым годом увеличение у нас идет на 300%, то есть высокий рост по пожарам. И хотелось обратиться к населению дополнительно, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности. При понижении температур возникает усиленная нагрузка на электросети, то есть чтобы не перегружали свои электросети. Очень многие начинают пользоваться обогревателями, чтобы не оставляли без присмотра включенными электроприборы. Также актуально для нас усиленная топка печей, котлов на твердом топливе. Также может произойти перекал печи, либо дымохода с последующим возгоранием. Так что печи также нужно топить обязательно под присмотром, не поручать это детям. Насчет детей вообще это отдельный разговор. Ни в коем случае детей нельзя оставлять без присмотра. Как показывает практика, новогодние праздники, многие ходят в гости, дети остаются дома одни, и также это может повлечь тяжкие последствия. 8 января в селе Коткино сгорела пекарня. В 02.41 на телефон ЕДДС от главы Коткинского сельсовета поступила информация о возгорании. По информации главы сельсовета, в пекарне было 20 мешков муки по 50 килограмм. По его словам, основной запас муки находится на складе в магазине Нижнепечорского потреб-общества. Его хватит до начала навигации. Сейчас ведется работа по установлению, ну, предварительно это электроприборы, это печное отопление и это нарушение правил безопасности с обращением с открытым огнем. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом. Такие данные на утро 11 января приводит Управление Роспотребнадзора по Ненинскому округу. Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 818 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 11 пациентов. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР и лаборатории уровня референс, находится 26 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 9 человек, находятся на амбулаторном лечении 17 человек. Напомню, информацию по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, можно получить по телефонам региональной горячей линии или единому номеру 122. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. Добавлю, по приезду в Ненинский округ жители и гости региона должны предъявить справку об отсутствии COVID-19. ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию должен быть сдан не ранее, чем за три дня до прибытия в округ. В случае, если тестирование не пройдено, гражданин должен уйти на обязательную двухнедельную самоизоляцию. В регионе продолжаются вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19 уже сделали порядка 300 человек. Об этом сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на профильный департамент. 218 из них прошли первый этап. Еще 126 человек закончили вакцинацию. Напомню, гам-ковид-вак – двухкомпонентная вакцина. Ее вводят в два этапа. Вначале прививают компонент 1, затем через 21 день компонентом 2. Для первичной вакцинации требуется предварительная запись. На повторную вакцинацию запись осуществляется автоматически при осуществлении первой вакцинации. Итак, жители Нарьенмара могут сделать прививку во взрослой городской поликлинике. Запись осуществляется по телефону 8 800 301 00 83. Также записаться на вакцинацию можно по телефону региональной горячей линии по COVID-19 122. Жители поселка Искатели и других населенных пунктов Заполярного района могут вакцинироваться в центральной районной поликлинике. Записаться нужно по телефону 8 911 682 63 63. Сделать прививку можно по предварительной записи во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и в центральной поликлинике Заполярного района. За период новогодних праздников на единый номер экстренных служб 112 поступило почти 500 вызовов. Такие данные по итогам выходных с 1 по 10 января подвели в Управление гражданской защиты Ненецкого округа. Александра Литкова расскажет подробнее. За прошедшие 10 дней медики санитарной авиации 8 раз вылетали на оказание помощи на месторождение и в село округа. В Нарьенмар эвакуировано 12 пациентов. Бригады скорой помощи также работали в усиленном режиме. За 10 дней праздничных у нас в амбулаторном этапе обслужено 715 человек. По скорой медицинской помощи у нас существует 445 вызовов. Из них порядка 1 трети это выезды к детям. Порядка также 1 трети это выезды на ОРВИ, пневмонии, на подозрения на коронавирусную инфекцию, либо пациентам, которым уже установлен диагноз коронавирусной инфекции. Амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции на конец года проходили 45 человек. На сегодняшний день 11, в том числе один ребенок. Лечение в стационаре проходит 21 пациент. В стационарный этап у нас поступило 14 пациентов, выписано 13 пациентов. То есть, некоторая стабильность, на сегодняшний день состоит 21 человек. Кроме того, в родильном отделении Ненецкой окружной больницы с начала года появились на свет 7 малышей. Что касается оперативной обстановки в праздничные дни, то на единый номер 112 поступило 484 вызова. За указанный период времени 11 раз региональные спасатели выезжали на деблокировку дверей, оказывали помощь при эвакуации больного. В селе Тельвиска у гражданина сломался автомобиль. Самостоятельно добраться до города он не мог и попросил, чтобы его доставили в город. Также за прошедшие 10 дней в окружную полицию поступило 236 сообщений о происшествиях. 9 из них с признаками преступлений. Не обошлось выходные и бездорожно-транспортных происшествий. За указанный период зарегистрировано 12 ДТП без пострадавших и 74 нарушения правил дорожного движения. Александр Литкова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Открытие зимника держать на особом контроле. Такое поручение дал глава региона Юрий Бездудный в ходе оперативного совещания. 12 января специалисты централизованного стройзаказчика выйдут на зимнюю автодорогу с проверкой. Так называемая дорога жизни на Ринмар-Усинск в этом году откроется позже обычного. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Слой снега еще слишком мал. Возведение ледовой трассы началось 20 декабря. Большая часть работ выполнена. Сейчас осуществляется проминка трассы, намораживание ледовой переправы. По словам руководителя Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Павла Масюкова, из-за отсутствия снега открыть зимник подрядчик не может, иначе машины просто сотрут тундру. Планируемая дата открытия временной дороги – 20 января. Жители просят не рисковать и воздержаться от поездок до официального открытия трассы. Что касается зимника на Тельвиску, он будет открыт завтрашнего дня. Сегодня специалисты централизованного стройзаказчика приняли работы по обустройству зимней автодороги на Рейнмар-Тельвиска. Завтрашнего дня зимник будет открыт для движения всех видов техники. Грузоподъемность переправы составляет 20 тонн, протяженность трассы около 6 километров. В Нинецком округе стартовала кампания по доставке школьников из труднодоступных поселков к месту учебы. Первыми в столицу прилетели школьники из поселков Бугриной и Харивер. Первый рейс состоялся 10 января. 12 января планируют вывезти школьников из Индиги. Рейсы в Нижнюю Пешу, Ому, Снапу, Вижа, Снесть, Чижу, Шойну, Кию, Каратай, Куварны, Камдарму и другие труднодоступные населенные пункты региона будут спланированы, исходя из погодных условий. Компания по перевозке школьников, обучающихся в Нарьинмаре, на время каникул домой стартовала в регионе 21 декабря. К месту проживания были доставлены порядка 187 детей. Это учащиеся, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также дети из сельских поселений, где отсутствуют средние основные общеобразовательные организации. Заявление на новогоднюю детскую выплату можно подать до 1 апреля. Напомню, единовременную помощь в размере 5000 рублей получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Об этом на пресс-конференции 17 декабря объявил Владимир Путин. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Большинство родителей выплату получили автоматически. Это те семьи, которые получали летние коронавирусные пособия на детей от 3 до 16 лет. Подать заявление в отделение пенсионного фонда нужно в том случае, если ребенок родился после 1 июля 2020 года. Семья не получала летние выплаты или данные расчетного счета, указанные ранее, были изменены. Дети, которые родились у нас после 18 декабря 2020 года, также будут иметь право на эту выплату. Дети, рожденные после 17 декабря до 1 апреля 2021 года. По 31 марта включительно. Из документов понадобится паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты лицевого счета. Кроме того, подать заявление можно на портале госуслуг. В Ненинском округе прошли традиционные рождественские богослужения. В ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе божественную литургию провел епископ Наринмарский Мезеинский Иаков. Ольга Русл продолжит. Православные христиане празднуют Рождество по византийскому календарю 7 января. Праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Тогда в Вифлеем пришли беременная Мария с мужем Иосифом. Мест в вифлеемских гостиницах для Иосифа и Марии не нашлось, поэтому они заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и родился Иисус. Родим же сына, и наичейший имя ему Иисус, только спасет люди своя грехи. Праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И главное в этом ожидании – пост, дляящийся с 28 ноября по 6 января. Он готовит дух и тело к восприятию самого события Рождества Христова, к участию в нем. Подобно тому, как волхвы шли в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему дары. Так, совершая пост, православные христиане приносят Господу свои духовные дары. Удивительный праздник рождения Иисуса Христа, нашего Спасителя. И, конечно же, в это время Иисус Христос был ребенком, поскольку моя профессия связана с детьми, поэтому мне очень близко это время. Ну, вообще любому, конечно, человеку на земле. Это удивительное, сказочное время со звездами, с красотой, со снегом. Хозяйки готовят 12 постных блюд. Это символическое число – 12 месяцев года, 12 апостолов и 12 главных церковных праздников. Главное блюдо на праздничном столе – кутья, пшеничные зерна с медом и орехами. Вся семья должна быть одета в новую одежду. Как обычно, пост надо соблюдать, но не всегда получается, по-видимому. Ну, ночь на службу, а утром праздник, как всегда, с утра встаешь, завтрак праздничный, обед, гости. Для начала мы обычно готовим еду, потом наряжаемся и, как обычно, празднуем, веселимся. В церковь обязательно ходишь? Да, церковь. Веселый праздник. Много костей не набираем, пару знакомых, да и родственники. Ничего особенного. А что готовится? Пироги, тортик. Вечер накануне торжества проводят в кругу самых близких людей. За стол садятся с первой звездой, которая символизирует вифлеемскую звезду, приведшую волхов к родившемуся Иисусу Христу. Обычно приходят еще с калидой. Сегодня уже были у нас калидовщики, девочки были, очень красиво пели частушки. И все тоже прославляли Иисуса Христа, Богородицу. Я всегда по традиции их запускаю, потому что еще бабушка говорила, что они всегда приносят счастье в дом. Поэтому дом открыть для всех. Если кто-то придет в гости, я буду только рада. Сразу после праздника Рождества Христова у православных России начались святки. Особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Первый после новогодних каникул рабочий день подошел к концу. И не для всех он прошел легко. В нашей группе в социальной сети ВКонтакте мы запустили голосование среди населения на тему «А восстановили ли вы свой режим дня после новогодних праздников?» О результатах опроса расскажет Елизавета Кабанова. Чай и сладкое – как один из способов снять усталость после первого рабочего дня в новом году. Елена Ершова в профессии педагог. Строгая рабочая дисциплина помогает довольно легко войти в привычный режим. Хотя девушка признается – после праздников по утрам стало сложнее вставать. Наверное, как можно быстрее войти просто в привычный ритм рабочий. Ну и я чаще всего за день-два просто начинаю ложиться пораньше, вставать пораньше. Ну и как-то приходить уже к тому образу жизни, который обычно бывает. Вот. Ну и это, наверное, все. Но больше спорта, больше прогулок на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и сохранение водного баланса – вот секрет хорошего самочувствия от Ульяны Ерохиной. Девушка составляет собственные программы по здоровому образу жизни, поэтому не понаслышке знает, как новогодние праздники влияют на самочувствие человека. Серьезный удар по организму наносит не только переедание, но и отсутствие сна. Ведь гормоны восстанавливаются в промежутке с 11 вечера и до 3 ночи. Если мы привыкли засыпать с поздно, надо просто пару раз подняться в 5 утра. После этого в 9 часов вечера вас будет 100% рубить. Но даже если здесь не помогает, то есть естественный БАТ – это мелатонин обычный. Его просто выпиваете за полчаса до сна, и можно помочь своему организму нормализовать сон, чтобы все-таки войти в нормальный свой привычный для него естественный режим. Отсутствие должного сна негативно влияет не только на внутренний, но и на внешний вид человека. Сбитый режим отражается на работоспособности. Человек быстро устает и становится более раздражительным. Мы провели опрос среди жителей Ненинского округа. Так, только 41% проголосовавших смогли восстановить привычный распорядок дня. Режим сна и отдыха, он избивается не только в праздники. Он, в принципе, достаточно тяжело нами переносится и в условия полярные ночи. Для того, чтобы его не избивать, нужно соблюдать этот режим. Любовь Балуцкая также рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе и вести более активный образ жизни. Сбалансированное питание, добавление в рацион овощей и прием витамина D поможет улучшить ваше состояние здоровья. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Пока большинство жителей округа отдыхали на январских праздниках, наш земляк-лыжник Александр Теренти выступал на соревнованиях тур-дески в Швейцарии и Италии в составе сборной России. Спортсмен вошел в десятку сильнейших на соревнованиях и занял девятое место в спринте. Состязания начались 1 января на территории Швейцарии. В первый день Нового года Александр принял участие в индивидуальном спринте свободным стилем. 2 января участников ждал масс-старт классический стиль, а 3 января спортсмены выявляли лучшего в гонке преследования свободный стиль. Как сообщает Федерация лыжных гонок России, Александр Терентьев занял девятое место в спринте на соревнованиях тур-дески. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok